Чёрный рынок документов существовал всегда. Продавцы и покупатели всячески подстраиваются под тенденции такого сомнительного бизнеса, главным условием которого неизменно остаётся безопасность. Именно безопасность стала причиной для практически стопроцентного перехода всех этапов этой деятельности в киберпространство. Сегодня на так называемых серых ресурсах в интернете можно купить практически любой документ или его хорошую подделку, но подделка эта слишком банальна и неинтересна. В этом выпуске я расскажу вам как в Украине продают настоящие документы государственного образца, раскрою стоимость на все виды таких услуг и по традиции покажу на практике как это происходит. Поехали! Цель этого видео рассказать вам о том, как преступность из киберпространства может перейти в пространство вполне реальное и в один прекрасный день оставить вас без ничего, но об этом немного попозже. А сейчас давайте разберёмся какие документы самые продаваемые на чёрном интернет рынке, как их купить и во сколько обойдутся такие покупки. Как вы понимаете, купить здесь можно всё, начиная от справки для посещения бассейна, заканчивая паспортом гражданина Украины и не только. Меня зовут Фрэнк, я второй пилот. Меня зовут Барри Аллен, американская секретная служба. Я врач. На сегодняшний день прайс-лист на самые востребованные документы государственного образца выглядит примерно так. Водительские права на бланке образца с 2006 по 2012 год, так называемый розовый бланк, стоят 170 долларов США. Если вас интересуют права образца с 2012 по 2014 год, то их стоимость составляет 210 долларов. За права нового образца, которые выдаются уже с 2014 года, продавцы попросят у вас 250 долларов. Здесь даже можно купить и права на водный транспорт за 170 долларов. Техпаспорт на любой автомобиль, который вы укажете на черном рынке сделают вам за 300 долларов. В случае необходимости изготовления документов для так называемого двойника, дополнительно за 20 долларов можно заказать услугу подбора документа к нужному автомобилю по базам учета МВД. Стоимость чистого бланка справки несудимости составляет 80 долларов, а за дополнительных 20 долларов вам заполнят ее в соответствии со всеми необходимыми требованиями. Документы, которые выдаются органами регистрации гражданского состояния, такие как свидетельство о рождении, о смерти, свидетельство о браке или о разводе, стоят на черном рынке 250 долларов США. Кстати, для того, чтобы внести в государственный реестр данные о таком документе, например, свидетельстве о смерти, мы узнали, что такую услугу нам готовы оказать за 400 евро. Отдельную нишу на черном рынке документов занимают услуги по продаже паспортов. На сегодняшний день стоимость чистого бланка паспорта гражданина Украины варьируется от 650 до 950 долларов США. За перфорацию этого бланка, то есть за нанесение серии и номера паспорта нужно добавить еще 50 долларов. Ну и как вы поняли, что серию и номер этого самого паспорта вам сделают какое угодно. Заполнение одной страницы паспорта с вклейкой фото, оттиском печати и указанием всех обязательных реквизитов обойдется вам еще в 100 долларов. Итого, стоимость готового под ключ паспорта гражданина Украины составляет 1300 долларов США, а сроки его изготовления занимают от 1 до 2 дней. Возможно, кому-то из вас покажется, что информация о продаже паспортов была самая интересная, но на мой взгляд, самое интересное мы покажем сейчас. Довольно часто в кадрах криминальной хроники можно увидеть сюжеты о квартирных мошенниках, в которых показывают, как молодые люди спортивного телосложения вежливо просят освободить помещение для нового собственника. Как правило, никакого состава преступления правоохранительные органы в этом не находят, а собственники продолжают выяснять свои отношения уже в судебном порядке, который затягивается на годы и на время такого спора бывший владелец недвижимости, как правило, рискует переехать, например, отсюда вот сюда. Каждый из вас когда-то обращался к нотариусу и знает, что все нотариальные действия выполняются на специальных нотариальных бланках, которые изготавливаются по особой технологии, учитываются органами Министерства юстиции и имеют множество степеней защиты от подделки. И действительно, нотариальный бланк довольно сложно подделать, и поэтому его проще купить. Сейчас мы покажем вам, как в Украине торгуют нотариальными бланками и вместе с вами проделаем весь путь от момента заказа в интернете до непосредственного получения этого документа. Для начала мы выяснили, что стоимость чистого бланка на черном рынке составляет от 250 до 420 долларов США, а цена зависит от года выпуска и чем он дальше, тем бланк дороже. После небольших поисков на соответствующих интернет-ресурсах находим продавца, оговариваем все условия, главное из которых то, что бланк должен быть оригинальный, со всеми необходимыми элементами защиты и возможностью его проверки через QR-код на сайте органов юстиции. Никаких подделок или очень хороших копий, только оригинал. Весь процесс и тонкости покупки по понятным причинам мы показывать не будем, дабы не превращать данное видео в обучающее пособие, так как наша задача это защитить вас от мошенничества и показать чего стоит опасаться и на что стоит обращать внимание. После согласования всех деталей сделки и оплаты оговоренной суммы криптовалюте продавец пообещал отправить нам наш заказ одной из служб курьерской доставки в течение двух дней. И действительно не обманул. Спустя два дня мы получили нашу посылку и сейчас вместе с вами ее откроем, посмотрим, что нам прислали и проверим на честность нашего отправителя. Не надо врать. Посмотрим, что нам прислали. Внутри находится конверт, в конверте бумага, а вот и сам бланк. Как мы видим бланк действительно оригинальный, чистый, не испорченный, не погашенный, имеет все степени защиты, имеет соответствующую голограмму Министерства Юстиции Украины, имеет все водяные знаки и имеет соответствующий QR-код для проверки его по реестрам органов юстиции, например, для того, был ли он утерян или украден. Давайте проверим его вместе с вами. Ну что ж, вот так за относительно небольшую сумму в 250 долларов можно получить в свое распоряжение чистый нотариальный бланк. Сделать дубликат печати нотариуса особой сложности тоже не составит и на черном рынке такую услугу вам окажут за 700 гривен. И в итоге всего за 300 долларов и несколько дней злоумышленник может изготовить необходимый ему нотариальный документ и, как показывает практика, чаще всего это доверенность. И не исключено, что на продаже именно вашей недвижимости. Основной задачей этого видео было наглядно показать вам, как работает черный рынок документов и насколько легко вас могут обмануть на примере оформления документов на имущество. После выхода этого видео данный бланк мы, конечно же, передадим в распоряжение правоохранительных органов и обязательно обратимся за комментарием к министру юстиции Украины, о чем запишем и опубликуем соответствующий сюжет. От себя могу посоветовать вам никогда не экономить на юридической помощи, особенно во время подготовки документов для купли-продажи недвижимости или автомобиля. Также не стоит соглашаться на навязчивые предложения покупателя или продавца оформлять документы только у нашего нотариуса или только у наших юристов. Если вам выдвигают такое условие, как обязательное, то от сделки лучше отказаться. Если у вас нет юриста, который хорошо разбирается в том вопросе, который вас интересует, то я бы посоветовал вам обращаться в крупно известные юридические компании, потому что, как правило, они дорожат своей репутацией и практически никогда не станут участвовать в серых схемах. Да, стоимость их услуг может быть немного выше средней, но лучше доверить сопровождению такого вопроса им, чем сэкономить и остаться без ничего. Будьте внимательны, друзья, а мы пойдем снимать следующий выпуск, чтобы подробно рассказать, как в нашей стране работает черный рынок поддельной украинской и зарубежной валюты и показать вам, как и почем в интернете продают поддельные деньги.